коптить мать собралась помирать поэтому вот такое у меня доброе утро сказала что не хочет лежать и коптить да да скажи моим скажи и зрителям моим вот как ты мне тут каждый день утро бобром не было выносишь мозги потом когда мне говорят здорово здрасте забор покрасьте а вот догадайтесь вам задание всем почему я так говорю а еще что что такое короче все с точностью наоборот так что вот так вот лежит не хочет завтракать аппетита нет и сказала пора помирать всем бобра и побольше и побольше божечки куда же ты тянешь через бутылку ту чашку а вот так вот когда-нибудь звезда ну ну это не не раз уже так было так что да конечно пильни короче вот так вот вот так вот с утра до помирать собралась видите а мне говорят позитив позитив и блины мои кстати и и вообще я еще всех остальных заряжу позитивом когда у меня тут дома у все лежит красавица которая рассказывает мне что и пора помирать понятно что такое вам сегодня доброе утро у меня здесь фрукты красивые мои блины как всегда не удивляйтесь что как всегда это же да мне не хочется сочинять а то торчем кривляться так доброе утро скажи давно я вам не показывала мои дорогие зрителям наш спортзал модный который у нас находится на улице с замечательным столиком а почему не показываю я знаю как правило здесь выставляют на улице колонку и тут орет мужон как резаный естественно я не снимаю потому что потом в музыка мне мешает ее нужно убирать у нас тут есть ринг боксерский у нас тут офигенские тренажеры сумасшедшего качества хорошего кто разбирается тут знает что паната это одна из самых хороших марок тренажеров а еще раз из 2 шикарных вентилятора ну вы знаете когда на улице жарко очень сильно то они особо не помогают у них больше звука чем ветра так что вот так вот сегодня работаем занимаемся я не знаю буду ли я сегодня заниматься если честно у меня сейчас занятия а потом мне надо сегодня быстро лететь в школу потому что нужно занести бумаги на следующий год артему на столовую чтобы просить льготы вот так как я мама одиночка я немножко прошу льготы мне конечно там дают мало но но все же плачу получается не всю сумму в месяц за столовую что у нас в школе получается 70 евро по моему а плачу меньше чуть-чуть поэтому уже радует уже спасибо на том спасибо как мама но не это подходит как с фильма с фильма или как там не помню точно эту фразу так что вот так вот пошла ягнать парня заниматься а вам всем желаю хорошего настроения как наша погода а я сегодня приперлась в школу потому что нужно было заполнить всякие бумажки по поводу льготно а я вам уже говорила по поводу столовки и вот решил одним глазом заглянуть что они тут делают летней школе ну не тут уже все бегают он обливается у них там бассейн стоит я уже не буду заходить потому что хотя принципе думаю можно у них там стоит далеко виден бассейн надувной и они там он обливается гуляет играется молодцы вот это бы сидел бы дома а такой тут он тусует классно он на каждый сам себе что хочет то и делает вот это класс я побежала домой потому что я очень голодная быстренько перекусываю и бегу дальше вот который может рюкзаки валяются а полу валяется рюкзаки а я не могу ох и детки ох и конфетки всем двойная колясочка для двойнят не хотите или близнецов да нет уж нет спасибо с одним достаточно так я поехала где-то стоит моя ямашка который меня ждет и наверное нагрелась на солнце а я сейчас сяду и буду печь свой зад вот она моя красавица стоит значит я побежала мои дорогие и увидимся чуточку больше значит сегодня что у меня здесь на обед смотрите это мясо но мама давно не говорила посмотреть мясо с бедрышек куриных но без косточки я его нашла представляете вот такие интересные кусочки плюс она будет не такое сухое как грудка конечно на порядок по порядок дороже кстати да вот мама говорит вот я значит что дело вообще хотела замариновать но я забыла если честно и не замариновала поэтому буду сейчас жарить так как мне нечего кушать и мне нужно пожарить сейчас же это мясо я его засыпала своими всякими травами плюс солька и естественно немножечко придам ему маслечко хотя света я думаю что даже наверное масло не надо было бы если я налью и так чуть-чуть буквально чисто для сухого чесночка мне нет у меня есть настоящий чесночок ну да ладно насыпала да насыпала и все травы значит сейчас буду смотреть на на чем я его пожарю на каком режиме то бишь наверное мы сделаем как всегда гриль почему-то гриль мне зашел больше чем воздушный вот этот не знаю почему так ну вот как-то мне больше нравится поставлю минут на десять ну будем проверять давайте будем проверять а кстати у меня кто-то просил оставить отзыв по поводу этой милой фритюрницы мама всегда смеется говоришь что это не фритюрница гриль вот лежит это мама шо ты тут варнякаешь вот она я варняка тут лежит пусть была бы и фритюрница ничего страшного а что такого я бы сейчас сказала не хорошие слова не хорошие фритюрница это фритюрница не сравнивай да это аэрокоррик или другое ладно 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 это не фритюрница в общем у меня кто-то из подписчиков спрашивал отзыв по поводу этого милого аппарата что я вам могу сказать я до сих пор его еще изучаю потому что например выпечку никакой я не делала сладкую вкусную а очень хочу сделать дальше вот готовлю я видите в принципе могу сказать что да нравится главное разобраться с функциями потому что есть инструкция естественно есть книга вот по которой готовить но я замечала очень много раз что я ставлю так как по книге на продукты у меня например она немножко получается сыровато я начинаю добавлять минуты и все это единственный наверно такой нюанс это просто все практика как всегда вы наблюдаете какая степень готовки вам нужна и все если вы хотите более прижаристая то прижариваете ставите больше минут мне нравится что все можно вот смотрите нажать на паузу открыть посмотреть что там творится что-то творится вот этот например очень удобно и плюс естественно что удобно что если вы будете делать выпечку если вы печете то конечно это не духовка вам вот сейчас летом в 50 градусов жары кто будет что печь никто а здесь естественно можно печь да здесь выходит сзади воздушок но он не горячим еле теплый запах но опять-таки это не духовка сами понимаете плюс мне говорили мама смотрела очень много видео по поводу этого чудо аппарата и там говорили многие девчонки кто пользуется что из-за того что готовит еду в два раза быстрее естественно идет как бы экономия электроэнергии потому что вы выпекли вы пирог здесь например сколько там 40 минут часа здесь якобы он печется быстрее я не знаю потому что я не пекла что касается вот мясо и овощей которые я готовлю то конечно мне намного удобнее чем я это все жарила на сковородке и запаха нет запах только вкусные получается вот когда открываешь уже непосредственно кстати я вот купила смотрите сегодня себе буду делать такую смесь я покупаю вам говорила уже по ее написано знаете что там внутри это короче смесь и вот такая это у нас тут бобовые и зеленая фасолька представляете фасолька обычно написано смесь для поэй да это правда в поэй здесь в рис национальное испанское блюдо добавляют вот такие штуки я всегда их выбираю вот эти вкусняшки я очень люблю бобовые кстати увидите что я редко готовлю от решила взять и еще какая-то у меня там смесь есть в общем такие смеси я беру вот признаюсь вам что а вот это я вам уже я показывала неоднократно брокколи цветная капуста морковь и все тоже прикольно беру все замороженное да это правда и и готовлю вот здесь у меня здесь у меня мясо белая рыба есть еще мясо кусочек красной рыбы еще остался так что нормально единственное что опять-таки смотрите режим и даже замороженное можно готовить бросаешь туда просто нужно ставить режим который немножко дольше естественно она будет готовить чуточку дольше буквально на пару минут из-за того что он будет размораживать вам все эти продукты а так вообще неплохая вещь мне нравится конечно потому что я вот поставила и пошла себе делать свои дела и не надо над сковородкой стоять и наблюдать это все дело вот смотрите что получилось очень вкусно пахнет поставила на гриль и она прижаривается там это масличка которая на этом мяске не масочка жирок жирок прошу прощения сам как он называется сиропчик сиропчик как он называется бульончик бульончик сиропчик у меня сам бульончик вот там стекло туда мне нравится конечно делать так можно было застелить сюда бумагу дабы не пачкать дабы она все было в этом сачке можно было форму но я чё-то как-то не нравится мне не знаю почему вот мне вот так вот нравится больше пока что сейчас будем пробовать мне кажется что цвета поставим еще хотя мы посмотрим да надо наверное еще может его я щас его переверну наверно все эти кусочки давайте наверно мы перевернем эти кусочки и единственное что я конечно неправильно это сделала вилкой ни в коем случае ковырять нельзя это же это же как любая сковорода вот это хорошая тут хорошее покрытие с которым нужно очень аккуратно очень аккуратно мыть очень аккуратно ухаживать потому что это все естественно если вы поцарапаете то она начнет вся ваша еда начнет приставать как она обычно я же говорю хорошие сковородки поэтому ну как и за всей техникой нужно ухаживать и все так мы поставим 4 минуты пусть будет вот так вот так что можно в принципе как порекомендовать вам могу порекомендовать мне нравится хорошая вещь причем они есть больше где есть вот так вот два раздела можно готовить одновременно вот я бы сейчас например засунула те же вот эти свои овощи вместе с мясом и она бы готовилась одновременно два можно сказать блюдо я так как она очень громоздкой вы видите мне так места нет у меня стоит вот это посредине кухни на столе ни туда ни сюда есть нам негде с артемом ну короче немножко неудобно мне просто надо придумать какую-то полочку где-то сделать дабы вот это присобачить туда меня видите микроволновка так уже в воздухе висит ну в общем я вдвойной не взяла вам скажу честно только за того что его на моей кухне лепить некуда я мечтаю вообще кофеварку себе купить вкуснейшую не вкуснейшую а очень хорошую но мне некуда будет ее поставить поэтому у меня нет кофеварки есть вот капсульная вот это которую я не люблю я не люблю капсульный кофе я люблю хороший натуральный поэтому варю его вот чудо гейзере и до свидания так что вот так вот хочется большую кухню вот смотрите например фасоль у меня не очень получилось мне она не очень нравится потому что зеленая вот это получилось твердая вот это непонятно как запеклось его шхру моим потому что здесь я поставил режим воздушный айр и она очень сильно сушит но при этом не готовит как положено но это все нужно практиковаться то что я вам сказала раньше это не значит что плохо готовит это значит что мне нужно практиковаться и выставлять режим другой не смотреть как получится поэтому вот так вот мясо например получилось просто волшебная он уже все съела вот у меня еще осталось три кусочка я слила вместе с бульончиком и получилось в принципе очень очень вкусно ну с фасолькой ничего погрузим ну что же всем доброго вечера у меня уже значит все спят а я тут хожу брожу место себе нахожу на самом деле нет я нахожу себе место мне всегда есть место просто я решила выйти на балкон подышать свежим воздухом у нас сегодня был футбол люди не спят люди все орут что-то там празднуют выиграла испания по моему насколько я знаю и тусовка везде пахнет вкусеньким у нас 11 вечера я давно уже поужинала ужин уже давно растворился у меня в животе поэтому я бы поужинал еще раз но я не буду этого делать потому что это уже поздно позднова стенку вот а думаю напоследок вам сегодня вечером запишу немножко какого-нибудь видео и пока я начинаю как правило у меня по мере разговора возникают интересные мысли которые я вам потом озвучиваю что я хотела а я хотела ответить знаете на один комментарий у меня девушка одна спросила по поводу того бывали ли у меня такие случаи как сильный жор но опять таки она написала что у нее это из-за того что не повышен сахар я вот не уточнила все-таки поставили диагноз диабет или нет но я вам скажу так в принципе отвечу всем как раз у кого возможно есть эти вопросы все то что касается нарушений гормональных все то что касается именно уже непосредственно проблем со здоровьем а если у вас повышен сахар это уже гормональные нарушения это уже определенные проблемы со здоровьем то вы знаете просто какие-то просто какие-то советы вам дать я не могу во-первых просто напросто я не имею права потому что я не доктор я не эндокринолог я не могу вам давать таких советов потому что я понятия не имею я еще раз повторюсь не доктор поэтому одно дело когда ко мне просто приходят люди я спрашиваю если у них какие-то заболевания если какие-то чего то там проблемы со здоровьем общем все 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 я обычно как правило задаю очень много вопросов и если человек нормальный здоровый но здоровые в плане до боль мель нет никаких таких хронических заболеваний тяжелых то естественно я могу взяться также как с программой питанием также так как и с тренировками но если есть вот такие гормональные сбои и проблемы здесь нужно нужен подход очень особый аккуратный это точно так же вот как по поводу аппетита у вас сильный аппетит он идет именно на фоне вот этого на фоне гормонального сбоя естественно у меня такого не было потому что у меня в принципе все нормально в принципе насколько я знаю то что есть у меня иногда жор конечно перед месячными например запросто я могу съесть слона запеченного в духовке это естественно и как я с этим справляюсь никак я просто ем потому что либо я ем если я дома либо я пытаюсь в эти дни себя чем-то занимать очень сильно вот так что прям целый день меня не было дома для меня вообще самое страшное это посиделки дома и к сожалению я достаточно времени нахожусь дома потому что у меня спортзале работа и у меня дома в компьютере работа я дома очень много делаю всяких диет всяких тренировок всякой всякой фигни короче бумажной всякой фигни это все делается дома за компьютером да я конечно могу это делать не дома но какой мне смысл куда-то идти и тащить компьютер если я могу это сделать дома и вот это самая страшная проблема это в принципе страшная проблема для многих людей кто работает на дому сейчас таких много особенно после ковида либо те которые просто сидячая работа и есть возможности походить к холодильнику пару раз да вот это вот проблема на самом деле и у меня точно так же я стараюсь естественно в дни самого такого сильного жора не находиться дома занимать себя с утра до вечера чем-то у меня это с трудом получается но у кого получается рекомендую вообще я вам уже говорила не раз что мы прибегаем ко всем плохим привычкам когда нам становится скучно вот если вам становится скучно вы ничем не занимаетесь вы начинаете думать о какой-то ерунде такой ерунде как о чем запихнуть в рот а чем вы интересненьким еще запить а а потом может еще и закурить а потом вы еще что-нибудь поделать это как правило всегда такое происходит но в случае с гормональными сбоями с проблемами со здоровьем это нужно контролировать только с доктором значит что-то у вас медикаментами не то значит что там ну это надо смотреть это все надо разбирать смотрите элементарный пример у меня был с моим сыном с артемом у него был сумасшедший жор когда у него начался подниматься сахар сумасшедший жор он ел он ел просто как слон как здоровый взрослый мужик по три порции а то и больше были все в шоке с его порции когда он ел он наедался такой степени что он не мог стать и продолжал есть то есть у него не было вот этого чувства насыщения и выяснилось потом что это было из-за сахара из-за того что у него уже был диабет который мы еще на тот момент не распознали и он очень много пил очень много ел в этот момент могла ли я ему чем-то помочь нет потому что это была уже проблема со здоровьем сейчас это все урегулировалось потому что мы ему вводим инсулин который не при нем производит его тело его организм не производит абсолютно инсулин и мы должны естественно искусственно его водить и мы решили проблему жора все сейчас он ест нормально я бы даже сказала мало как для меня потому что я еще наверное непроизвольно сравниваю с теми порциями мне кажется что он бедный голодный а на самом деле сейчас он ест нормально это тогда он ел ненормально чем мы решили эту проблему мы ее решили медикаментами все ну инсулин это медикамент можно так сказать поэтому каждый случай это очень индивидуальный случай если у вас есть какой-то такой непонятный жор естественно это могут быть очень разные признаки если у вас есть чувство нет чувства насыщения это тоже могут быть признаки очень нехорошие это все нужно идти и выяснять все нужно идти элементарно сдавать анализы крови и смотреть что у вас там все и не сидеть не думать а как бы мне вот не кушать избавиться от постоянного чувства жора потому что иногда мы думаем что я очень часто тоже спихиваю все какие-то там проблемы на психосоматику на какие-то психологические там проблемы а иногда элементарно это просто проблемы со здоровьем которые мы вроде бы как у нас их нет на первый взгляд но если мы пойдем и просто задим какой-то анализ там что-то получится там что-то не очень хороший вылезет такое бывает тоже о и достаточно часто поэтому я не буду давать рекомендации людям у которых есть реальные проблемы со здоровьем ни в коем случае потому что в этом я не компетент поэтому вот это вот хотела вам прокомментировать по поводу своего аэрогриля я вам сегодня уже тоже рассказала показала какие были там еще интересные вопросы я не помню вам вопросов не было все были комментарии такие с приятными пожеланиями спасибо вам огромное снова потому что мама сегодня тоже растрогалась от некоторых комментариев вот все она зреет зреет все при тут хочу что-нибудь твоим подписчикам там на поговорить так поговори так вот только ты приходишь с камерой и меня все меня перемыкает говорю о видишь вот так вот и получается говорит и не тут лежишь умничаешь а вот надо было вот так сказать а вот надо было вот то говорят и попробуй на камеру возьми и скажи ну в общем смеемся периодически хотя скажу вам честно иногда вовсе нам не до смеха вовсе потому что процесс идет к сожалению процесс идет не в очень хорошую сторону и конечно и становится хуже хуже конкретно рука левая совсем плохо работает под вечер уже даже чашку она берет с большим трудом и там печет и там печет и там болит и там тянет и там рука не работает короче что вы могу сказать пишите вы что мы так на позитиве на позитиве но я вам так скажу иногда позитива вообще не хватает иногда очень тяжело с позитивом уже как-то где-то его брать потому что видишь такую ситуацию и это да конечно я вам не показывайте моменты когда она мне кричит что она не хочет лечиться что она ничего не хочет делать потому что я продлеваю ей и мучения и все это в духе поэтому знаете когда я встречаю людей которые начинают не жаловаться по поводу своей жизни либо по поводу там еще там чего-то какой-то ерунды на самом деле хотя понятно что для каждого его проблемы они очень важны но вы знаете даже вот когда я хочу пожаловаться на что-то я сразу вот непроизвольно вспоминаю свою маму и понимаю что у меня проблем нет ну вот кроме нее да потому что у меня есть руки у меня есть ноги я могу уходить и я могу в принципе решить все проблемы которые у меня есть и другое дело когда я бы лежала вот так восемь лет и понимала что я полностью зависим от кого-то для меня вообще самое страшное это зависеть от кого-то это вообще самое страшное я всю жизнь искала независимость и вот сейчас не дай бог в общем не дай бог вот так лежать не дай бог вот так вот встречать старость потому что это ужасно это ужасно понимать что ты полностью зависишь от кого-то и этот кто-то хорошо если он есть а если вы нет поэтому я вам сегодня пожелаю здоровья и просто напомню вам о том хочу напомнить вам о том что на самом деле все проблемы решаем и если это не проблемы то бишь если эти проблемы можно решить деньгами значит это не проблема это расходы я думаю вы знаете такую хорошую еврейскую поговорку а проблема я уже вам говорил это смерть либо вот то такая болезнь которая вот лежишь и и лежишь и ждешь вот тут где железное терпение надо иметь чтобы целый день лежать и ждать пока тебе придут когда тебе принесут когда тебе помогут когда тебе что-то сделают потому что ты не в состоянии сделать ничего вот это действительно проблема все остальное можно решить можно поменять можно что-то придумать всегда вот вот в таком случае уже ничего нельзя сделать хотя я вам всегда говорю что я верю в чудеса и со мной происходили чудеса просто одно дело в них верю я и другое дело что в это чудо уже не верит моя мама и вот это вот это самое страшное потому что если бы она еще верила в это чудо то мне кажется но бы произошло ну будем надеяться на лучше конечно же поэтому дорогие мои решайте свои проблемы не жалуйтесь а просто идите решайте потому что если у вас все хорошо со здоровьем поблагодарите и решайте все эти проблемы так как решаемых проблем нет вот только смерть разве что все я больше вам не буду умничать уже на умничала 13 минут пожелаю вам спокойной ночи себе в том числе завтра мы с вами увидимся я вам хочу напомнить что мы с вами давайте будем делать по воскресеньям прямой эфир где мы будем с вами просто болтать если у вас есть какие-то вопросы можете их приготовить я надеюсь мы проведем но не проведем то проведем другой день но если что я вам напишу я тоже я заранее тоже не люблю планировать мама тоже сюда ругается ничего не говори наперед это правильно в принципе но проблема в том что такие вещи не так делаются так что всем доброй ночи и спасибо вам за то что вы меня слушать